Накануне первые желающие получить заветный студенческий билет прошли регистрацию на централизованное тестирование. Напомним, старт испытания будет дан 12 июня. Именно тогда свои знания проверят абитуриенты, выправшие в качестве одного из предметов белорусский язык. Всего в перечне 11 дисциплин, из которых для сдачи потенциальный студент может выбрать 4. Все пункты регистрации готовы, прошли, соответственно, проверку. И работают в будние дни, соответственно, с 9 часов до 19 вечера. И две субботы, это 12 число и 26 мая, работают с 9 утра до 18 вечера. Происходит регистрация в присутствии оператора. Высказывается пожелание на те 4 предмета, которые абитуриент хочет пройти. Соответственно, производится оплата, которая составляет 0,1 базовая величина. То есть на настоящий момент это 2,45 рубля за один предмет. Для того, чтобы стать участником централизованного тестирования, абитуриент должен пройти регистрацию согласно данным своего паспорта. Именно поэтому организаторы испытания на местах акцентируют внимание юношей и девушек. Действительным личный документ должен быть на протяжении всей вступительной кампании. Обязательно наличие паспорта, действующего паспорта, поскольку, естественно, если паспорт, например, будет заканчиваться в июне месяце, мы человека регистрируем на действующий паспорт, а в июне месяце, если у него после 12 июня паспорт, естественно, это, скажем, недействительным, он просто не попадает на централизованное тестирование, даже если у него наличие есть, соответственно, регистрация. Поэтому обязательно проверить срок действия паспорта. Вместе с паспортом абитуриент приходит в пункт регистрации, где ему разъясняются все тонкости и нюансы проведения кампании. Предоставляет паспорт, по паспорту регистрируется, называет дисциплины, которые он будет сдавать, потом он получает лицевой счет, по которому идет оплачивает все тестирования, которые выбрал, и возвращается к нам с оплатой паспортом для получения пропусков уже на централизованное тестирование. Те абитуриенты, которые по каким-либо уважительным причинам не смогут сдать централизованное тестирование в утвержденные даты, должны обратиться к организаторам кампании с просьбой дать экзамен в резервный день. Только за два первых дня специалистами на четырех пунктах регистрации было выдано порядка 700 пропусков. Последний день прохождения процедуры – 1 июня.